Привет всем мои дорогие подписчики, гости моего канала. В сегодняшнем видео мы поговорим о бюджетных блоках питания до 3000 рублей. А если быть точнее, я для вас составил список более-менее нормальных бюджетных блоков питания до 3000 рублей, которые можно брать. И сегодня я, грубо говоря, вам просто эти блоки питания назову, перечислю их. Как выбирать блок питания, по каким критериям, я уже объяснял. У меня про это были отдельные ролики. Если вам интересно именно это, то можете посмотреть на моем канале, их найти и посмотреть. Там я объясняю, чем отличаются блоки питания, что для чего там у них нужно для полноценной работы, какие виды защит бывают, как сертификация, какая бывает, и от чего от нее зависит. В общем, все, я это обговаривал уже не раз, объяснял, как все это правильно выбрать дело, нормальный блок питания. Так, все, сейчас это я не буду вам объяснять. Если что-то вам это интересно, то ищите другие мои ролики на эту тему и смотрите. А сейчас у нас конкретно список блоков питания до 3000 рублей. Не буду вас томить, приступаю к ролику. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, ну начнем с того, что на самом деле блок питания до 3000 рублей выбрать достаточно сложно, потому что, в принципе, за эти деньги они все достаточно посредственные. И большинство блоков питания я даже сейчас называть не хочу, потому что они совсем ужасные. Потому что у всех свои проблемы, болячки у блоков питания и у тех, которые в этот список не вошли, там все уж совсем плохо. Первое, что я могу вам посоветовать, это ФСП ПНР на 400 Вт. Ну, посоветовать условно, потому что все же этот блок питания имеет достаточно, скажем так, низкий рабочий диапазон, в который сети он может работать. То есть от 220 до 240 Вольт он может работать. Сейчас кто-нибудь скажет, ну и что, вроде сам блок питания неплохой. Ребята, дело в том, что если вы живете в Москве, в Питере, где-нибудь в крупном городе, то этот блок питания у вас будет нормально функционировать. Но если у вас где-то компьютер находится не в крупном городе, а в селе, там в области, или даже в Подмосковье. Вот у меня друг живет в Подмосковье, у него вечно в розетке 107-108 Вольт, даже 200 Вольт нет. То такой блок питания будет крайне херовато работать и нестабильно. И пульсации будут у вас крайне высокие на нем. Вот, поэтому если вы выбираете блок питания для того, чтобы компьютер у вас где-то работал далеко, и у вас там плохое напряжение, то смотрите, чтобы рабочая вот эта зона по вольтажу у него была от 100 до 240 Вольт желательно. А не от 200 до 240, или 230 до 240, не дай бог. То есть такие варианты вам не подойдут. Вот, в общем, по поводу ПНР этого. У него групповая стабилизация, работает в сети от 220 до 240 Вольт, заявлено 400 Ватт, что он якобы выдает. На самом деле, максимум он выдает 324 Ватт по 12-линиевой линии, и больше он не может выдать. Не поняли, да? УМ-производитель данного блока ФСП, конденсатор у нас вот Капсткон и Тяпа. То есть конденсатор не самые плохие, ну и нельзя их назвать прямо уж хорошим уровнем. Пульсации тут средний, то есть не низкий, нельзя его низким назвать. Если еще, опять же повторю вас, будет меньше 200 вот этих 20 заявленных в вольт, в которых он должен работать в сети, то пульсации у вас возрастут, и причем возрастут довольно-таки прилично. Также пульсации на данном блоке питания могут быть достаточно высокими, если он все время будет загружен почти на 100%. Поэтому блок питания, ребята, рекомендуется брать всегда с запасом. Не потому, чтобы он меньше грелся, а потому, чтобы ниже были пульсации. Потому что чем выше пульсация, тем пагубнее это все влияет на ваше железо. Ну, про температуру это уже отдельная история, тоже не рекомендую. В общем, блок питания этот немодульный, стоит от 2151 рубля. Далее могу порекомендовать вам блок питания из совсем бюджетных Чифтек Форс. Это ЦПС 450. Ну, это, опять же, ребята, рекомендация, когда вот совсем уже в магазине ничего нету, и вы живете опять где-то в Москве или где-нибудь в Питере. На самом деле, для своих сборок такой блок питания я бы вам не рекомендовал, потому что у него есть много там всяких нюансов, и отталкиваясь от этих нюансов, наверное, все же я его не стал бы брать. Плюс данного блока питания это в то, что он может по 12-вольтовой линии выдавать из 450 ватт 420. Это, блин, ну реально круче, чем у этого ФСПшника. Ну, минус-то тут какой? Опять же, групповая стабилизация, работа в сети как бы 230 вольт. АМ-производитель тут не самый лучший, Сиртек. Конденсатор тут тяпа, у пульсации средний, но по факту выше, чем на ПНР почему-то при максимальных нагрузках. Не модульный, не тихий, то есть достаточно шумный. Стоит от 2853 рублей сейчас, на данный момент. Сертификацию имеет 80+, бронз. Следующий блок питания, который я хочу порекомендовать вам, это Кулер Мастер МВА 400 Ватт Вайт 230 V2. Блин, надеюсь, правильно выговорил, тут такое длинное название. Сами знаете, не люблю я эти иностранные названия. Дадим ему, в общем, на 1 балл больше, чем предыдущим блоком питания. Ну, в целом, этот блок питания, во-первых, имеет более интересную начинку. Тут у нас DC-DC преобразователь. Работает он в сети от 200 до 240 вольт. Заявлено в нем 400, по 12-вольтовой линии выдают аж целых 396. Но по факту, что заявлено, то он его дает. И это круто. Конденсатор у нас Elite. В новых версиях у нас, кстати, еще Capscon там встречается. То есть изначально Elite, а в новых Capscon, какие пошли в этом году. Уровень пульсации почти низкий у него, то есть ниже, чем у ПНР. Вот этого и у того Чифтека, то есть по пульсациям все лучше. Он не модульный, тихим его назвать нельзя, он шумноватый. Стоит он от 3000 рублей. Следующий блок питания, это почти такой же, но уже на 450 ватт. Тут, в принципе, по начинке практически то же самое. DC-DC преобразователь. Из 450 он выдает все свои 450 ватт. То есть все нормально, все хорошо. По пульсациям все хорошо. То есть по свою цену достаточно интересный блок питания. Намного интереснее, чем ПНР и тот Чифтек. Стоит от 2695 рублей он. Следующий блок питания еще интереснее. Этим блоком питания следующим от Cooler Master я дам вообще 3 звезды. Потому что из бюджетных блоков питания по соотношению цена-качество, это, наверное, вообще лучший блок питания, что вот есть сейчас на данный момент на рынке. В общем, Cooler Master, MV450 Bronze, V2, MPE, у него, в общем, дробь 4501, дробь AC, AA, B. Все тут у этого блока питания замечательно. DC-DC преобразователь. Он работает в сети от 100 до 240. То есть, в отличие от всех этих ПНРов прошлых, Чифтеков и вот прошлых Cooler Master, которые я называл, какие на самом деле не такие же плохие, этот блок питания я могу советовать для тех, кто живет в области. Вы живете где-то в деревне, где-то, черт пойми, где-то на Чужбине. Этот блок питания вам подойдет, потому что у него очень все с этим качественно. В общем, смысл в том, он нормально функционирует в России, где бы вы ни жили. То есть, он работает с любым напряжением. Это его большой плюс, ребята, за эту цену. ФСП ПНР так не может. Заявлен данный блок 450 Вт, его номинал 450 отдать он может. В общем, конденсатор у нас тут Elite были раньше, сейчас в новых версиях Капска он встречается. Уровень пульсации тут ниже, чем в прошлых от Cooler Master блоков питания. То есть, низкий довольно-таки при средних нагрузках. При высоких нагрузках пульсации средний тут. Стоит данный блок питания где-то от 3000 сейчас. Но их почти не осталось. Очень быстро раскупать, потому что по соотношению цена-качество очень крутая штука. А следующий блок питания от Cooler Master плюс-минус такой же по характеристикам, но уже на 450 Вт. То есть, тут даже сказать нечего. По сути, тот же, что и на 400 Вт, только 450 отдаю. Заявлено и 450 по 12-вольтовой линии может отдать. По пульсациям все то же самое. Он немодульный, по шуму средний. Уровень пульсации низкий при средней нагрузке. Лид, Капскон, все то же самое. И самое интересное, почему-то он на Яндексе Маркете от 2695 рублей стоит. То есть, его даже дешевле можно найти, чем предыдущий. Ну, по крайней мере, вот когда я смотрел, сейчас, не знаю, опять же, повторяю, быстро очень раскупают. Так, ребятки, теперь давайте поговорим про блок питания на 500 Вт. В общем, начинает список наш с одной звездой, опять же, по энергию на 500 Вт. Обычный AI, а опять же, я не рекомендую. Обычный у нас идет 220-240, это его рабочая сеть. Групповая стабилизация, заявлено 500 Вт, по 12-вольтовой, 408, он отдать может. Конденсаторы Капскон Тяп, уровень пульсации средней, не модульный, не тихий, в принципе, он. Тихим я его не назвал бы, если честно. Стоит от 2617 рублей, AIX стоит от 2130 рублей, но она мне не нравится. Следующий блок питания, это Чифтек Эко, ГПН на 500 Вт. В общем, по поводу Чифтек Эко, ну, не самый идеальный блок питания, на самом деле, с ним были определенные проблемы. То есть, в каких там его версиях были такие сильные косяки, но сейчас, вроде, в новых версиях их таких косяков сильных я не замечал. Вроде, нормально все сейчас с ним. Да и блок питания относительно неплохой за эти деньги, потому что он ультрабюджетный и, все же, опять же, мне кажется, он поинтереснее, чем ПНР, как по мне будет. Заявлено 500 Вт, из 500, он по 12-вольтовой, 450, может отдать конденсатор Тяп, уровень пульсации вроде такой же, как ПНР, плюс-минус. Ну, при высоких нагрузках, может, чуть выше. Ну, зато, ребятки, скажу так, у этого блока питания, при том, что он может отдать больше напряжения, при тех же заявленных значениях, длиннее намного провода. Вот у ПНР главный его минус, что у обычного, что у i-версии, это короткие провода. То есть, в большой корпус, ну, как-то его ставить неохота вообще. То есть, придется какие-то адаптеры, переходники мутить, в натяжку все будет. Ну, не камильфо, мягко говоря, далеко не камильфо. Мне этот более импонирует, блок питания. Но это мое мнение, так на самом деле, прям, если их начинку рассматривать, нельзя сказать, что это, прям, чем-то там сильно лучше и так далее. Нюансы с ними были, с этими эками, достаточно серьезные. Это только вот сейчас вроде подправили. А до этого вот какая-то партия была совсем уж плохая. Ну, вроде исправили, опять же, повторюсь, сейчас такого нет. Следующий блок питания в нашем топе, это опять блок питания от Кулер Мастера. Это 550-ваттный V2 с маркировкой MPE 550-01 ICAAV. DC-DC преобразователь имеет. Данный блок питания, как 550 заявлен, так он 550 этот может отдать. По пульсациям все так же хорошо, как и у прошлых Кулер Мастеров. У него большой плюс, что он работает в сети от 100 до 240 вольт. То есть, спокойно данный блок питания будет работать. Следующий блок питания тоже от Кулер Мастер, это V2 на 500 ватт. Он, на самом деле, уже менее интересен. То есть, если вот рассматривать вот с этим Кулер Мастером, который был до этого, ну, я не могу сказать, что прям надо бежать его покупать. Потому что он работает в сети от 200 до 240 вольт. Вот. А по характеристикам плюс-минус все то же самое, что и у прошлых Кулер Мастеров. Потом у нас опять идет Кулер Мастер на 550 ватт V2, который тоже работает в сети от 200 до 240 вольт. Все характеристики можете видеть на экране вашего компьютера. Да, неплохой блок питания и, в принципе, около 3000 он стоит. То есть, можно за эти деньги спокойно его найти. Но в наличии за эти деньги их мало. Дело в том, что это достаточно популярный блок питания, что это, что прошлый, что позапрошлый от Кулер Мастера. Их очень быстро раскупает. В общем, ребята, если вам видео это понравилось, то обязательно ставьте лайки. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик. Если вы хотите помочь моему каналу в развитии, можете сделать какой-нибудь репост. И когда вы делаете репосты, это очень сильно помогает моему каналу в развитии. За это вам отдельное спасибо. Ну и что там? До новых встреч. Пока всем. Не пропадайте. Скоро будут новые сборочки разные. Благотворительные, неблаготворительные. По рубрике «Бесплатная сборка». И куча обзоров будет на железо всякое. Все. Покеда. Продолжение следует.